Друзья, приветствую вас! Это YouTube 24 канала. Это я, Ирина Узлова и традиционно еженедельно вместе со мной Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель, политик, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители. В прошлой программе мы уже точечно касались темы того, что очередные учения ДКБ пройдут на территории Республики Беларусь. И вот 29 августа министр обороны Казахстана прокомментировал и участие Республики в этих учениях. Он говорит, что что-то вообще такого, при чем тут локация рядом с Украиной. И по его мнению Беларусь это просто безобидное мирное государство. Давайте мы детальнее вместе с нашими зрителями послушаем позицию министра обороны Казахстана и обсудим. Те вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику, это является фейком. На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации. Направлена оперативная группа в количестве 11 человек. Соответственно, мы отработали органы управления, взаимодействие, решение вопросов. Но сейчас вопрос именно по локации. В чем потребность в том, чтобы ехать на границу с Украиной, где Россия... Подождите, а при чем тут локация с Украиной? Беларусь, мирное государство, которое является членом ДКП. Соответственно, решение принимается заранее, о месте проведения. Каких-либо угроз или же каких-либо вопросов, о которых вы сдаете, не существует. Создается острое впечатление, Мухтар, что министр обороны Казахстана Руслан Закшилыков либо забыл, что с территории Беларуси в начале полномасштабной войны пошли войска просто-таки полностью на север нашей страны. Потом с февраля по март, по май непрестанно запускались ракеты. Потом, больше года Россия использовала территорию Беларуси для учения своих военных, для геолоцирования их там, для того, чтобы перегонять, ремонтировать военную технику. Он именно это вкладывает в понятие мирное или что? Ну, на самом деле понятно, что он просто, извините, нагло врет. Потому что Беларусь является полноценным, полноправным партнером, союзником Путина. И именно с территории Беларуси идут активные атаки территории Украины. Взлетают самолеты, ракетами бомбят Украину. На территории Украины, кстати говоря, подтягивалась группа Вагнера. И Польша, опасаясь каких-то провокаций, подтянула дополнительные бригады к своей границам. Поэтому широко известно, что Беларусь именно участвует в войне. И международные санкции именно поэтому наложены, собственно, на саму Беларусь, на Лукашенко. Это просто открытая ложь. Это очевидно. И когда там звучат такие фразы, что Беларусь — мирное государство, член ОДКБ, членом ОДКБ является и Россией, которая является тем самым агрессором. И в рамках договора ОДКБ есть такое понятие, координирующее государство. Координирующее государство, понятно, Россия. И в частности Казахстан в том числе ратифицировал в парламенте такого рода соглашение, которое предполагает, что воинские подразделения Казахстана подчиняются координирующему государству, в частности России. То есть это фактически правовой механизм, который позволяет, ссылаясь на некие международные договора, на участие в неком военном союзе, подтягивать войска. И то, что в условиях войны Казахстан как участник ОДКБ нагло, я хочу повторить, нагло, в том числе свои воинские подразделения отправляет в Беларусь, это говорит о том, что все заявления, в частности министра обороны, что Казахстан якобы нейтральное государство, не собирается отправлять войска для того, чтобы они участвовали в военных действиях, это открытая ложь. То же самое ложь все дипломатические заявления со стороны Тукаева. Казахстан этими своими действиями четко продемонстрировал, что он помощник, союзник Путина. Вот, собственно, реальность такова. Ну, у министра обороны Казахстана, видимо, и здесь своя реальность. Он говорит, что направлена оперативная группа в количестве всего 11 человек. А на самом деле, насколько больше это количество, ну, по приблизительным хотя бы оценкам, Мухтар, вот я подумала, а не рассматривал ли Казахстан вообще возможность выхода из этой организации? Зачем она нужна? Уже не первый далеко месяц вообще говорили о никчемности, о ДКБ как таковой. ОДКБ нужна именно для режимов, которые являются участниками этой военной организации. Именно в рамках и в соответствии с так называемым уставом, ОДКБ ссылаясь на него, хотя там в этом уставе говорится о взаимопомощи в случае внешней военной агрессии, но, тем не менее, формально какие-то слова там были закоплены. Это позволило Путину, ссылаясь на уставу и нормы ОДКБ, ввести войска вместе с Беларусь, Арменией и Кыргызстаном в январе 1922 года и подавить многотысячные мирные протесты, расстреляв тысячи людей. Поэтому ОДКБ нужна именно в первую очередь участникам этих государств, режимам. Все государства, которые являются членами ОДКБ, это режимы, которые подавляют свои народы. Именно поэтому им нужна. Народам этих стран, безусловно, ОДКБ не нужно. Нужна именно политической верхушке. И они не собираются оттуда выходить. И они предполагают, что в случае чего именно Путин их будет спасать. Ну, это, конечно, такая ложная надежда, как по мне. Путин разве себя самого будет спасать? А сколько, какова численность приблизительно, или какие масштабы вот этих военных, которые отправлены на эти учения? Как полагаете? Потому что, ну, 11 человек, это же действительно смешно звучит. Какие же учения? Ну, я видел утверждение, что якобы учение будет со стороны представителей ОДКБ на уровне 2,5 тысяч человек. Но я думаю, что объективно это больше. Ну, там, во-первых, действуют генеральные штабы этих стран. Вы же понимаете, не случайно все это происходит. Потому что весь 2021 год шли такие же учения, приграничные со стороны Беларуси и России, и Лукашенко, и Путин все время заявляли, что это обычные учения. Здесь ситуация повторяется. Типа обычные учения, ничего такого нет в рамках этого института, так называемого ОДКБ. Не случайно я поэтому и говорю, что Украине нужно обратиться к своим западным союзникам. Необходимо именно ОДКБ объявить террористической опаснейшей организации, чтобы завтра, по сути дела, не идти вслед событиям. Когда Путина уговаривали не осуществлять военную агрессию, он все время отговаривался, говорил, что этого не будет. Вот в данном случае происходит то же самое. Поэтому превентивно именно ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ, представитель Казахстана и Мангалит Асмагабетов должны попасть под санкции. Это своего рода будет инструмент, когда участники стран ОДКБ будут знать. Это будет для них мотивация покинуть ряды так называемой террористической военной организации с названием ОДКБ. Понимаете? Вот что надо сделать. Против самой организации, я так понимаю, что вряд ли или подождать нам придется лет, наверное, 20, чтобы ее признали террористической, потому что мы видим, что даже Вагнер, которого уже в принципе нет, он хоронит их сегодня одного за другим, их и то признали далеко не во всех государствах, точнее на пальцах одной руки террористической организации. Тут будут говорить, ну что ж, доказательств нет. Правильно ли я понимаю, что и в этом случае, как мы с вами часто говорим, нужно применять персональные санкции против членов, представителей при ОДКБ? Ну, я убежден, что если Украина приложит серьезные политические усилия, то ОДКБ можно обложить санкциями, и, соответственно, это будет своего рода рычаг. Это будет помещено этой организацией, что все ее участники завтра попадут потенциально под санкции. Это первое. Я много разговариваю как эксперт различными организациями Запада, и Европы, и Америки, и вижу, что не видят они роль и серьезное значение этой организации. Они не осознают, что ОДКБ — это не просто какая-то организация, которая, по сути дела, стоит на штыках в первую очередь России. ОДКБ — это правовый механизм, чтобы вовлечь страны Центральной Азии, населением 80 миллионов человек, вовлечь в эту войну. Но не потому, что у Путина сил не хватает, а для того, чтобы глобализировать эту войну, по сути сказать так, вот вы Запад поддержите Украину, а вот вы посмотрите, есть организация ОДКБ, она поддерживает страны Центрально-Азиатских государств населением 80 миллионов. И за нами потенциально стоят союзники Китая и Ирана. Вот чем опасна эта организация ОДКБ. Вот почему это нужно сделать, ударить санкциями. Второе, я согласен с вами, что очень эффективно будут персональные санкции именно по политической верхушке. Главный в этом после России по своим финансам, другими возможностями является Казахстан. И нужно бить по политической верхушке, по президенту Хасумжимар Токаеву и его ближайшему окружению. Вот, собственно, что мы и предлагаем. И если Украина разъяснит Западу, что на самом деле ОДКБ очень опасная организация, то я уверен, что это убедить сможет Украина. Главное, чтобы политическое руководство это осознало, не воспринимало как эту организацию, которая где-то далеко. Вот, собственно, смотрите, уже в сентябре, в начале сентября произойдут военные учения, аналогичные, которые были в 21-м году накануне войны. Вот вот звонок, прямой, открытый. И на него нужно реагировать сейчас. Насколько мощные риски вы видите в этих учениях? Что там может быть скрыто? Какие договоренности достигнуты? И какие последствия для нас могут быть? Последствия очень простые. Есть правовой механизм подтягивания военных ресурсов. И любых других действий. Это мобилизация людей со стороны центрально-азиатских государств. Я еще раз повторю, там 80 миллионов населения. 500 тысяч человек вообще не проблема подтянуть. И с точки зрения обычной мобилизации, и с точки зрения контрактников и так далее. Вот в этом самая большая угроза. Первое. Второе. То, что под видом участия в этой организации можно стягивать военную технику, военнослужащих спокойно можно подтягивать и в России, проводить там учения на границе с Украиной или с Белоруссией. И также в какой-то момент, по сути дела, открыть второй фронт. Вот чем опасно. УДКП это очень опасная организация, на самом деле. Да-да, риски есть, услышаны. Но будем надеяться, что и мы будем предпринимать, и мир будет реально и до оценивать вот это. Потому что правы вы, мы уже учения такие видели до 24 февраля 2022 года. Тем временем мобилизация активно продолжается на территории Российской Федерации. Пока что там недолг час, по всей видимости, что выйдет из-за границы, как мы с вами поняли. По данным нашего главного разведчика Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия может мобилизировать еще по меньшей мере 450 тысяч человек. Мы с вами также уже затрагивали тему, что мигрантов из Центральной Азии активно мобилизируют на территорию Российской Федерации. Я знаю, Мухтар, что вы подсчитали, каковы эти цифры, насколько масштабна эта мобилизация, и как в этом случае вести себя мигрантам, и как с ними ведут себя представители властей Российской Федерации, которые забирают их на улицу. Есть официальные данные. 8 миллионов мигрантов из Центрально-Азиатских государств проживает на территории России. 8 миллионов — это большая цифра. И в основном это часть мужская, часть именно призывного возраста. Известно, что сейчас в России проводятся разные операции под якобы проверки документов и так далее, и идут массированные жалобы, что на самом деле многих этих мигрантов ставят перед выбором. Или ты идёшь на войну, или ты уезжаешь к себе на родину. Ну и предлагают какие-то деньги. И опять же много фактов уже есть. Мигранты из Центральной Азии участвуют в войне, очень много погибших. И поэтому вот, что называется, ресурсы на поверхности. Платить те деньги, которые сейчас по контракту предлагает Министерство обороны, это порядка около 3 тысяч долларов. Таких денег мигранты не зарабатывают на территории России. А там под видом того, что давайте на гражданский вид работы, строительство, инфраструктура и тому подобное, их привозят туда, а затем принуждает участвовать в войне. И легко вот таким образом можно собрать полмиллиона. Это большое количество. И таким образом фактически страны Центральной Азии будут вовлечены в войну. Это уже по факту происходит. А как ведут себя мигранты? Выезжают ли люди, бегут, прячутся? Ведь я так понимаю, что отказаться-то не суждено? Мигранты ведут себя по-разному. Кто-то отказывается. Оказывается, такие тоже факты зафиксированы. Кто-то вообще возвращается к себе на родину. Но с учетом большого количества, 8 миллионов там, на территории России, которая находится, понятно, что легко Россия наберет необходимое количество именно из мигрантов. Обязательно какой-то процент. Даже 3-4 процента, это 250 тысяч человек, от 8 миллионов, 10 процентов вообще это 800 тысяч. Тут 3-4 процента, это 250 тысяч человек. Они соберут такое количество легко. Поэтому вопрос мобилизации человеческих ресурсов перед Путиным не стоит. Да, это мы заметили уже. Ну, не стоит вопрос, видимо, совести перед Такаевой. Мы уже поминали, конечно же, не раз. Мы с вами обсуждали прошлую программу расширения БРИКС и цели этого расширения, и возможные последствия. Ну, вот-то не обсудили мы тот факт, что, оказывается, и Такаевой выступал на саммите БРИКС в формате видеосвязи. И там он не безинтересно и неудивительно, в принципе, собственно говоря, призвал практически снять санкции с России, мотивировал он это продовольственными вызовами. Ну, много кто прикрывается именно этой тематикой. Такая она хорошая, в принципе, конечно, когда вопросы продовольства, жизнеобеспечения звучат, так все, может, что-то и подумают. Да, действительно, может, так и надо поступить. А что это вообще за призывы, Мухтар? Такаев призвал, чтобы именно не было никаких ограничений, санкций против России по поставкам именно продовольственных товаров. На самом деле это просто пропаганда, говоримая, потому что общеизвестно, широко известно, что по 21-му невоенному году Россия поставила на мировые рынки порядка 38 миллионов зерновых. А военном в 2022 году поставил 60 миллионов тонн. То есть на 22 миллиона тонн больше зерновых, чем в невоенном году. Все это о чем говорит? Это говорит о том, что никаких ограничений в сфере продовольствия Россия не имеет. Это просто пропаганда, попытка, скажем, запутать тех людей, кто не владеет реальными цифрами. А заявления такого рода Такаева говорят о том, что он просто поддерживает Путина, ужжет, поддержит эту пропаганду, пытается вести заблуждение мировое сообщество. Никаких ограничений нет. И в частности Россия, когда отказывалась от зерновой сделки, поставка украинского зерна по Черному морю и Турции, и дальше на мировые рынки, в качестве аргумента Путин выставлял следующее. Говорил, что якобы существуют некие ограничения, которых на самом деле нет. И, собственно, он поэтому объявил, что выходит из зерновой сделки, начал бомбить Одессу, портовую инфраструктуру и так далее. То есть заявление Такаева, по сути дела, показывает, что он поддержит лживую пропаганду Путина и показывает, где он Такаев с Путиным. Понятно. Вопрос зерновой сделки, как мы уже с вами тоже обсуждали, планируют обсудить, по всей видимости, президент Турции Реджеп Тайпер Даган и российский диктатор Путин. Я уж не знаю, какая дата. То пишут 8 сентября, то 4 сентября, то опять 8. Теперь вновь незадолго до нашего эфира стоит известно, что как будто бы таки 4 сентября подъедет Эрдоган уже как будто бы таки в Сочи. Будут говорить о зерне. Ну, здесь мы уже обсуждали этот аспект. И тут я припомнила на днях, что президент Турции Реджеп Тайпер Даган строил международный газовый хаб, такой себе, да, через который планировались и поставки вот таких ресурсов. Сейчас мы знаем, что через территорию Украины это невозможно. Украина сказала, что в частности и о газе никаких документов и речи подписания договоров о поставках быть не может, речи не идет и не будет, потому что, понятно, Россия войну свою кровавую против нас продлевает. Какую здесь роль может сейчас сыграть Турция? Возможно, этот вопрос будет более обсуждаемым между Эрдоганом и Путиным, потому что, ну, зерно, мы так уже с вами говорили, что это не прям такие миллионные, миллиардные прибыль для Эрдогана. А вот этот вопрос с приближающимися холодами также, я думаю, что будет интересен между ними. Что еще могут обсуждать? Ну, я, на самом деле, очень скептически отношусь к той мысли или идее, что якобы они будут обсуждать о неком газовом хабе. Почему? Потому что, в первую очередь, сама Россия начала шантажировать Европу и отказываться от поставок газа. Но общеизвестно, что Европа свободно эти трудности пережила, и на данный момент запасы газа в Европе больше, чем даже в сложном, неожиданно, когда Россия отказалась поставлять газ многим странам. Сейчас, в этом году, более благоприятная ситуация с газом в Европе. Сейчас порядка 92% заполнены газовые хранилища. В прошлом году чуть больше 80% было. Поэтому Европа переживет. И тем более инфраструктура есть. Если, скажем, добрая воля была бы Путина и Европы, то по существующим сетям этот газ поставлялся бы. Я думаю, что вопрос обсуждения по газовому хабу из Турции дальше в Европу вряд ли будет. Будет, скорее всего, именно зерновая сделка. Но надо понимать, что, опять я думаю, что многие, наверное, точно не знают, но уже широко известно, что когда Путин в итоге публично объявил, что выходит из зерновой сделки и начал бомбежку Одессы и портовой инфраструктуры, на самом деле Турция, в частности Эрдоган, заранее знал, что Путин выходит из зерновой сделки. В это время шли с его стороны потаженные заявления, что военно-морской флот, якобы Турция, обеспечит безопасность транспортировки украинского зерна. По факту мы видим, что ничего этого не произошло. Тем он начал говорить, что вот он скоро встретится в Турции с Путиным и будет регулировать. То есть все это показывает, что Эрдоган на самом деле на стороне Путина. Мне нравится, как в Украине такой термин существует, Эрдоган. То есть когда можно сидеть на разных стульях и всем партнерам говорить, что он с ними. Поэтому он полетит, очевидно будет обсуждать зерновую сделку с Украиной по поводу поставок украинского зерна через проливы Босфор и Дарданеллы. Я по этому поводу хотел бы сказать следующее. В принципе, Украина имеет возможность поставлять зерно по суши через, скажем, водные транзит через Дунаю, Румынию и так далее. И уже сейчас порядка 4 миллионов тонн в месяц Украина в состоянии поставлять. И поэтому зерновая сделка на самом деле я хочу следующее сказать. Она нужна больше Путину, чем Украине. Потому что Украина в любом случае особых таких издержек не понесет. Почему? Потому что вот потери и возможность, точнее говоря, поставить по морским путям безусловно дешевле. Но в связи с тем, что Путин прикрыл возможность перемещаться зерну по морскому пути, цены на зерно взлетели. И вот эта дороговизна компенсирует потери Украины. Но на самом деле почему я хочу сказать, что эта сделка нужна в первую очередь Путину? Сейчас на самом деле он находится перед угрозой. Мы из разных источников знаем, что на Эрдогана было оказано, ну скажем, не то чтобы давление, с ним провели переговоры, чтобы он в разговоре с Путиным убедил, убедил такими аргументами, чтобы зерновая сделка прошла. Какие аргументы есть у Эрдогана? Эрдогана, за которым прямо стоит Запад. По сути, это Запад играет главную скрипку. Главное, это просто прикрыть Черное море со стороны проливов Босфор и Дарданеллы. Чему это приведет? Если это будет реализовано, то Россия потеряет возможность поставлять на мировые рынки минимум полтора миллиона баррелей в сутки, которые поставляют сейчас на экспорт. Это 20% экспортного потенциала России, минимум 20%, но не считая того, что там идут поставки металлов, угля, различных крут. Если Запад примет санкции, сейчас ситуация может так развернуться. И Эрдоган озвучит Путину, что Запад готов эти действия сделать, то он потеряет просто так минимум 50 миллиардов долларов. Если полтора миллиона барлей в сутки, все эти металлы, все прочее посчитать, то минимум 50 миллиардов долларов в год потеряет Путин. Поэтому здесь на весы положена ситуация, когда если он упрется по зерновой сделке и Запад примет такое решение, он понесет гигантские убытки, а Украина свое зерно развернет по суши и погодным артериям и свободно поставит мировые рынки. Я хочу здесь важную мысль сказать. Зерновая сделка для Путина более важна, чем для Украины. Более важна. 50 миллиардов так-то не 5, не 10 долларов, а не рублей. А что, Китай и Индия не помогут ему исправить туда экспорт, эту ситуацию? Смотрите, я в прошлых эфирах говорил и вот буквально вчера-позавчера опубликовал посты, дал расчеты. На самом деле Запад в состоянии вот такие решения принять, когда заблокируется перемещение экспортных, не всех, ряда экспортных товаров через пролив Босфор и Дарданеллы. Это, по сути дела, узкая позиция, которая приносит основные доходы России, поддерживает экономику, поддерживает устойчивость российского рубля. Это нефть, это металлы, это руды и уголь. Достаточно эти узкие позиции просто перекрыть, пропускать зерно, удобрения и все прочее, все пропускать, то, что он хочет, Путин. Но только вот эту часть перекрыть, а это не сложно, это все возможности есть. Представляете, что тогда будет? Индия, тогда основные объемы, которые сейчас покупает нефть у России, доля его раньше была до войны, в общем импорте нефти Индии порядка всего лишь 2%, сейчас почти 50% достигает, там, считайте, будет ноль. Индия не будет покупать. И вот этот избыток нефти, ну, представляете, и будет России некуда девать. Фактически нужно забивать скважины. Тем более сейчас, когда вы говорите, поможет ли Индия или Китай, крупные партнеры России, надо просто напомнить, что буквально в течение последних нескольких дней стало известно, что Соединенные Штаты фактически разблокировали частично санкции против Ирана. Теперь Иран производит вместо ранее полутора миллионов баррелей в сутки, 3 миллиона баррелей в сутки. И этот объем нефти около полутора миллионов баррелей в сутки вброшено на китайский рынок. И таким образом Россия сейчас зависла вот с этим объемом, не всем, но где-то около полутора миллионов баррелей в сутки его заместил Иран. Иран дал скидки такие, которые для Китая стали привлекательными. Поэтому у Индии будут вопросы, то есть Индия не будет покупать у России, будет покупать у других, раз. Второе, ну здесь, извините, чисто бизнес. Иран поставляет со скидками дешевле, минимум на 10 долларов за баррель со скидкой. И вот тогда Россия начинает зависать. И здесь никак они не помогут, ни Индия, ни Китай. И по факту это уже произошло. Уже произошло. Понимаете? Это абсолютно безопасно. Конечно, некоторые эксперты будут говорить, что на мировом рынке будет меньше нефти, и, соответственно, цены на нефть поднимутся. Вот Иран сейчас поставил дополнительно полтора миллиона в сутки баррелей раз. У него возможности еще минимум около миллиона баррелей в сутки дополнительно поставить. Есть, но Саудит, Саудская Аравия добровольно понизили объемы добычи нефти минимум на миллион баррелей. Надеюсь, что это даст прирост цен. У них такие объемы есть. Вот если так просто по-крупному ряд стран посчитать, есть резервы минимум около трех миллионов баррелей в сутки. Вот, собственно, сейчас перекрытие Черноморского канала, в смысле канала поставок нефти, других товаров, никак не повлияет на мировой рынок нефти. Более того, сейчас после того, как Иран запустили, у Ирана возможность еще миллион бросить баррелей в сутки. Понимаете, вот такая ситуация возникла. И сейчас, если Запад такие санкции объявит, и Турция, безусловно, подключится, потому что у Турции нет выхода. У Турции более 50% внешнеторговой деятельности завязаны на Западе, на Европе и Америке, в первую очередь на Европе. Поэтому, когда Турция будет поставлена перед выбором, и Эрдоган вот сейчас приедет и шепотом скажет, Володя, извини, меня уполномочили сказать, что если ты сейчас не раскроешь Черноморский канал, поставок зерна, то тогда я буду вынужден пойти вот на такого рода действия. Ну, на нет, ну, хорошо, нет, тогда тебе будет плохо, а Украина и так будет по суше поставлять и по водному другому каналу через Румынию. Они свои проблемы решат, а ты не решишь. Вот будет такой разговор, я думаю, сейчас, первый этап таких переговоров. Очень важно. То есть, по сути, ну да, зачем платить больше, если можно будет купить нефть и можно будет купить еще и дешевле. А Эрдогана, по сути, выходит так, что Эрдогана тоже шантажируют, чтобы он, в свою очередь, шантажировал Путина. И дружба уже не такая уж безграничная на фоне таких условий и мотиваций для Эрдогана. Ну, Эрдоган, я думаю, что вряд ли шантажирует здесь интересы. Эрдоган, как бы, термин Эрдогана не случайный, он умудряется сидеть на многих стульях только потому, что ему такую возможность Запад и Украина давали. Сейчас, после того, как Путин сам стал шантажировать и Украину, западный мир, он решил, что он может делать все, потому что увидел какие-то определенные разногласия, поднял ставки, ему не ответили. И он поэтому по сути дела бомбил Одессу и другие порты. Теперь у Эрдогана в связи с тем, что интересы огромные на Западе, у него нет вариантов, и на него просто, скажем, есть очень много механизмов и воздействия, как с точки зрения экономики сделать привлекательным, чтобы он эти слова произнес. Ну и потом, знаете, у Путина же вариантов нет. Если завтра он перекроет, допустим, что он может перекрыть Турцией? Ну, туристам запретить летать, так его завтра те туристы сами его съедят. И у них вообще уже сейчас некуда летать. Европа перекрыта, Западный мир, по сути, весь перекрыт, остается минимум Турции и Египет. Это раз. Но если он будет газ перекрывать, так он себе самому по ногам выстрелит. У Турции сейчас есть определенная зависимость на уровне 20 миллиардов кубов газа, но эту проблему Турция тоже решит. То есть ущерб, который сам себе нанесет Путин, он просто не сопоставим по сравнению с тем, что ему проще уступить одним словом зерновой сделке. Ну, смотрите, учитывая его натуру и вообще манеру действия, просто так он не сдаться. Вы тоже говорите, что первый раунд таких переговоров по всей видимости будет. А насколько этот процесс переговорный может затянуться и какой эффект иметьте в краткосрочной или все-таки долгосрочной перспективе вот таких предложений, скажем так, от Эрдогана Путину? Смотрите, я думаю, что здесь ключевое зависит именно от Украины. Важно понять, что зерновая сделка нужна в первую очередь России. И Украина действительно объявила, что и Черное море, или все по нему плавают, или никто. И вот то, что были нанесены удары по Новороссийску и другим портовым объектам, это отличный фонд. То есть фактически, если Украина действительно сама осознает, расчеты показывают, они на поверхности, я не уверен, что эту работу кто-то делал, я ее сделал. Я вижу, что ущерб прямой России будет нанесен минимум 50 миллиардов долларов. И Эрдоган это ничего не стоит, тем более, что если Запад такие решения примет, Эрдоган присоединится. Вот, собственно, как я хочу пример привести по Швеции, он много шумел, Швеция будет против члена НАТО, но потом раз и без всяких проблем согласился, потому что с ним была проведена соответствующая работа. И сейчас, если Украина, понимая, что эта зерновая сделка в первую очередь любит самому Путина, то и проведет работу со своими союзниками, то эта сделка сразу пойдет. Но я сам вообще считаю, что не нужно Украине вообще каким-то образом прилагать усилия, чтобы пошла зерновая сделка, то есть морским путем была транспортировка зерна. Нет, надо решать кардинально. Кардинально ситуацию следующим образом. Убедить Соединенные Штаты Америки и Европу перекрыть черные порты Черного моря, перекрыть масштаб ущерба, который понесет Путин, обвал экономики, невозможность поставок нефти, ослабление рубля, потеря рабочих мест. Некоторые электростанции будут останавливать работу, потому что им некуда будет продавать энергию, не будут перевозки угля и всего прочего. Масштаб потерь России будет такой, что Украине наоборот нужно отказаться от зерновой сделки, а убедить партнеров, чтобы перекрыть Черное море. Вот что важно. Вот это важно. Да, это очень интересно. Запад готов к таким шагам, если по сути они Эрдогану могли это передать, дабы тот давил на Путина. Западу не будет ущерб от этого какой-то огромный? Смотрите, на самом деле я хочу просто дать цифры. Когда Запад объявлял эти санкции, он шел на такие действия, которые в виде ущерба были нанесены им лично тоже, да? Когда Европа прекратила покупать относительно дешевый газ, ну и так далее, масштаб убытка в целом мировой экономики оценивался свыше триллиона долларов, не говоря о том, что в этой войне Европа несет максимальный относительно других стран, часто с Америей убытки, около от 5 до 10 миллионов беженцев и так далее, это десятки сотни миллиардов долларов. Поэтому здесь стоит речь таким образом, что войну нужно останавливать как можно быстрее, потому что убытки огромные. Что нужно было сделать? Санкции. Цель санкции какая была? Нанести максимальный ущерб российской экономики, чтобы она была не в состоянии финансировать войну. Какие были идеи? Предполагалось, что после применения серии санкций западного мира российская экономика попадет минимум на 10%. Что значит 10%? Все, кто пережил начало 90-х годов после развала Советского Союза, должны помнить, когда останавливались промышленные предприятия, заработки. Когда заработал плату многие получали пуговицами или мешками или углем и так далее. Фактически это была тяжелейшая ситуация. Тогда общее падение экономики было на уровне 8%. Вот замысел был не менее 10%. Но в связи с тем, что масштаб санкций был многократно больше, чем против Ирана, многие эксперты предполагали, что падение экономики будет 20-30%. Теперь я хотел бы привести конкретные факты. Что такое 20%? Во время Первой мировой войны царская Россия и ее ВВП упало на 18% за 4 года. Что случилось с Россией? За 4 года голод, разруха, гражданская война, революция, солдатские штыки были развернуты против царя, власть пала. Вот что значит 18%. То есть фактически цель санкций была уронить экономику России таким образом, чтобы Россия не могла продолжать военные действия против Украины. Поэтому когда сейчас задаете вопрос а не нанесет ли это ущерб Западу, я хочу сказать, во-первых, с точки зрения достаточности нефти на мировых рынках нет, этих проблем не будет. От газа уже Европа отказалась, от нефти тоже. Поэтому достаточно нужно, точнее говоря, ударить по двум пунктам. Первое, самый крупный союзник, который предоставляет свою территорию, откуда, через территорию, которой идут поставки товаров, гигантских товаров, объема из Китая, плюс на этой территории регистрируются тысячи российских предприятий, я говорю о Казахстане, Казахстан вне санкций, я не о стране говорю, а именно о персональных санкциях против политической верхушки. И вот, собственно, на территории Казахстана идет промышленные военные кооперации, используется как логистический хаб, ведут гигантские поставки различных товаров, обеспечивая плавучесть и обороноспособность российской экономики. Первое, это территория Казахстана и политическая верхушка. Второе, перехрыть черноморские порты. Тогда это будут ужасающие последствия. Я убежден, что тогда действительно в комплексе те санкции, которые уже введены, они станут эффективными. И тогда мы можем ожидать, что экономика России упадет минимум на 10%. Европа и Америка не пострадают, потому что они уже отказались от всего того, что Россия поставляла до этого газа, нефти, а Российская нефть заместится иранской или любой другой нефтью. Поэтому это выгодно, выгодно и Соединенным Штатам Америки, и Европе, это выгодно Украине. Просто я понимаю, что Украина была занята войной и все прочее, но здесь чрезвычайно важно предпримить такие политические экономические санкции против политической верхушки Казахстана и Кыргызстана раз, закрыть Черноморские порты, два, и все, будет обвал российской экономики. Это как раз, как мы с вами говорили когда-то, что за год это все может рухнуть, если предпринять такие меры на территории Российской Федерации. Может и быстрее? Это будет быстрее. Я просто вам скажу следующее. Полтора миллиона баррелей в сутки, 20% экспортного потенциала, это, представляете, российские нефтедобычи, у них нет вариантов. И где-то в озерах какие-то сливать или закрывать заглушками нефть. Соответственно, они потеряют рабочие места, там будет большое количество людей уволено. Это резко упадет производство электонергии, не будут транспортные перевозки, уменьшатся поставки угля или, опять же, перевозки. То есть, общие падения экономики будут масштабные, если вот такие действия сделать, и будет дефицит самых различных товаров и комплектующих, потому что, если перекрывается территория Казахстана, именно персональными санкциями, это значит, вот те самые комплектующие, которые идут для военных нужд, это решение социальных вопросов, все это вкупе, так ударит по российской экономике, и действительно будет обвал российского рубля, дефицит, реальный дефицит бюджета, который никакими резервами невозможно будет закрыть. Это все на поверхности. Я ранее все это видел, но было основное препятствие, что Соединенные Штаты Америки не готовы, что называется, ослабить санкции против Ирана. Это уже произошло. А если это произошло, если Ирану разрешили увеличить объем добычи на полтора миллиона баррелей в сутки, это значит, нужно им дать разрешение, чтобы еще увеличили, это будет фактически вбит клин между союзниками, между Россией и Ираном. Вот такими экономическими методами Иран будет оттянут в сторону, потому что у Ирана масса своих проблем, и они, фактически используя эту войну, уходят, что называется, с большим пуском и решают какие-то свои экономические вопросы. И они не смогут помогать Путину никак. Да, деньги, деньги многое решают в этом мире, и в повседневной жизни, и в такой. Ну и страна-бензоколонка, по всей видимости, будет требовать ремонта. Еще какого. Мухтар, интересные тенденции наблюдаются и события происходят. Ну и в принципе и до 4 сентября, как для одного из вектор этих развивающихся событий тоже не так много осталось. Надеюсь, мы на следующей неделе с вами и обсудим. То, что мы увидим, услышим, будет понятно. Я думаю, первые результаты визита Эрдогана в Россию. Спасибо вам за то, что вы это все наблюдаете, анализируете, делитесь с нами. Очень интересные события и анализ от вас. Благодарю вас. Да, А, еще, Ирина, извините, еще буквально одна минута. С удовольствием, пожалуйста. Я увидел сегодня и вчера в различных информационных телеграммах, каналах, когда опять тиражируется различная пропаганда, что генеральный консул Российской Федерации в Казахстане, он покинул свой пост якобы за высказывание по поводу ограничения использования русского языка в Казахстане. Я хотел бы пояснить следующее. Во-первых, это просто пропаганда, это очередная пропаганда, которая, к сожалению, разносит различные телеграм-каналы. Когда они говорили, вот, Тукаев не признал ДНР ЛНР, он наш друг, он убегает в СУД ГБ и, что называется, воткнул нож, кинжал в спину Путину. Это все пропаганда. На самом деле, генеральный консул Бобров, он приступил к исполнению своих обязанностей в 2018 году, у него просто закончился срок. И, соответственно, просто преподнесли в очередной раз, что вот что-то он сказал по русскому языку и поэтому покинул этот тост. Это неправда. Это цель опять вести заблуждение, чтобы Украина не возмущалась, что казахские войска по линии ОДКБ прибыли в Беларусь, чтобы они говорили так, эти телеграм-каналы, и чтобы вести политическое руководство Украины и других стран в заблуждение. Говорили, ну, видите, на самом деле у них плохие отношения, ну да, там какие-то 11 человек прибыли в Беларусь, это не страшно. Вот цель все время вводить заблуждение. Не верьте, это очередная пропаганда и просьба не тиражировать. Токаев, союзник Путина, его вассал, и все. Все остальное, когда вы видите какие-то действия, сразу ищите подвох. Вот так вот я хотел бы откомментировать события. Да, потому что если проинформированный подвох найден, то уже так просто нас не проведешь. Мухтар, спасибо, что и здесь расставили акценты. Благодарю вас. До следующей встречи. Надеюсь, спасибо за работу и позицию. Спасибо, Ирина, до свидания. Всего доброго, друзья. Это был Мухтар Аблязов, политик, казахстанский предприниматель. Спасибо, что вы слушали. Темы у нас непростые, но видите, очень важные. Именно от них и зависят будущее войны, будущее нашей победы. Спасибо, что выбираете. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору, если вам понравилось. Для вас работала я, Ирина Узлова. Берегите себя. Увидимся.